господа всем доброе утро только у нас она не очень добрая сегодня воскресенье 19 вот смотрите видите что кажд 21 0 аккумуляторы соответственно я уже пробовал конечно но смотрите все короче она не завелась это вот с учетом того что 7 часов мы простояли вот семь часов прошло с момента толки заглушил машину даже наверно меньше часов шесть с половиной нет 77 я уже поднялся просто раньше все совсем наш аккумулятор это без печки я спал без печки все есть я уже готов к труду и обороне нас уже в уфе ждут аккумуляторы ну вот она обычно заводилась каждое утро то есть проблем ночь переночевал руку с под одеяло достал это зашипело это надо этим ручником щелкнуть ночь под одеяло давайте щелкнем чтоб не шипела есть такая фишка у кигеля не знаю откуда она такая взялась что тот не получается вот завестись еще что-нибудь начинает шипеть вот обычно она всегда заводилась кстати как тут наши выпирания немножко торчить вот спереди чуть-чуть торчит чуть-чуть некрасивая эта фигня вот это не совсем мне нравится вот завел в полчаса полежал еще машина прогрелась и вылазишь уже тепленько нынче так вот не получилось две ночи не хватило или три кстати смотри что-то мерседесик вообще морды нет ни фар ни бампера ни номеров ничего нет это мы за шатком стоянка сразу же сейчас вы жду тут либо магнитик проснется 1 провода у меня длиннющие разницы нет от кого прикуриваться и во-первых магнит проснется либо 700 дорог вот кто нас выручит потом скажу так что мы пока ходим так это свежести и в прохладе нити автономка работает все работает и не могу с ней спать потому что батарейкам хана им просто хана но у их всегда хватало я же говорю что утром просыпался она уже показывала там 23 5 23 4 но они заводились она заведется и все нормально сегодня она даже заводится не решила батарейки совсем совсем хана наверное следующую ночь что сейчас будет сызрани я в гробу видел бегать с утра с этими проводами и зато и в тепле так что ждем когда парни кто-то с парней проснется и нас спасет в принципе им даже подъезжать тому же магниту не надо и чуть-чуть не хватает ей надо совсем чуть-чуть помочь но увы все тарахтим но ведь и тут уже короче у них только одна дорога на свалку магнитик завел он даже не подъезжал у меня провода длинные так что сегодня ночью мы глушиться не будем бегать по утрам с поводами не очень приятное занятие но ведь не одним и сад блю с канистрами бегаем тоже вот коллега симсон дорог выйти все с канистрочки заливает продаваться шланжика но он тоже почему нет мне держать эту канистру на весу не стоять так что попьем быстренько чайку и поедем уже надо было выезжать ну можно выезжать но время-то у нас есть поэтому тут плюс форс-мажор магнитик спаситель уехал как спаситель помог коллега говорит не за что так что вот так ну что развлекались немножко с утрешать его затем на следующем первый раз у него магнитику увидела как у него аккумуляторы у нас то стоят рядышком один задвигается и потом второй кроме а у них один на одним надо дни говорит если 2 запись и менять это передача катастрофа то есть один на друге над другим такая ужинник ящик аккумуляторный в манах ну греметь мышка моя так что сегодня не знаю вряд ли мы приеду стану по строю а вот уже когда именно спать ложится наверное заведусь надо становиться так что людям когда буду тарахтеть ночью не мешать спать дарим из крифом в общем мы будем спать на моторе можно и не на моторе конечно но завтра опять провода доставай как-то представляется про это вот безкультура с этими проводами вот чего нас 500 3 4 километра сегодня нам надо сейчас пройти сейчас время без пяти девять самара это у нас то есть издали на самарской области что сейчас добавить это получается в них сейчас без пятидесять такая уж и сплошная нормально не торопясь сейчас на пензы доедем опять сходим магазин там местный конфетами закупимся мы снова едем через через пустыми руками ехать нельзя пакета учитывая количество ребятишек там уже ничего не осталось вот вот доедем переночуем завтра догрузимся и в уфу ушел в уфе кинем новые аккумуляторы я что даже не спросил какие будем ставить ну так если логично предположить посчитать поставишь гелевые ну насколько это гелевые надо ставить изначально машина купили ставишь сейчас ну сколько у нас машина еще я не знаю сколько лет мы еще будем ездить именно на этой ну по туму ценнику которые сейчас просят за гелевые так проще купить 4 раза каждый год перед каждой зимой покупать нового аккумулятора главное чтобы их на зиму хватило лето они выдерживают следующей зимой опять ну не тянут аккумуляторы но вы видите постоянно я думаю что тут очень конечно на сильную роль влияет он постоянно включен на ночь включаешь потому что эти все нужны файлы перекидывать там сохранять когда все это делать вот ты там задаешь ему задачу на ночь и он там с камеры на жесткий диск перекидывает в этой оптимизируют видео редакторы чтобы можно было что если ты утром закинешь файлы видеоредактора ему еще час-полтора ну смотря сколько их там надо на оптимизацию чтобы их можно было начать монтировать вот это делаешь с вечера все и они там за ночь это все делают делаются вот ты утром встаешь файл оптимизированный можно садиться кино монтировать потому что если это еще закинуть с утра то надо вставать там за 6 часов можно вообще не ложиться вот и ноутбук все время включит ноутбук очень сильно вытягивает высаживает аккумулятор ну и плюс сама система здесь тоже напичкана всех этих прибор и клонасы туда-сюда холодильники то-сюда электроники дохрена не вытягивают они да надо конечно их периодически менять я так думаю что надо вот на каждом ТО на будущее просто себе взять на заметку на каждом ТО их переставлять местами то есть их однозначно надо переставлять там что-то каждые полгода по-моему желательно то есть который ближе к раме ставить сюда то есть аккумуляторы вот надо взять за правила на каждом ТО каждый 60 тысяч аккумуляторы переставлять ну и плюс их еще заряжать надо это зарядка которая дает генератор ну она не то то через какое-то время сейчас в лоб пойдет и мы смотрите что творит в лоб идет видели что саратовская газа вытворяет дорога с поворотом ни хрена не видит и выходит в лоб у меня только одно но резюме этому всему он не в адеквате охренеть можно чуть не натворил дел только что я уже забыл о чем я говорил короче аккумулятор там в общем не тянут они у нас да не спорю ленились мы не переставляли да это надо делать надо то забудешь другим некогда и так далее и тому подобное ладно сейчас будем по-другому немножко себя вести с ними и он как опять оба и все и и и и он с золотого теленка, ему говорит, досталось в Мордовской, без обиды, просто, цитирую классик, здесь стройка, стройка идет, конец вот Рязанщины, начало в Мордовской республике Мордовия, здесь идет ремонт не такой, солидный такой, глобальный, широкий будет, автобанер, деревню Шашлыков, тут же сколько из маски шел, чуть не сказал деревню Шашлыков, деревню Шашлыков мы останавливаться не будем, выехал только час, какой час, 40 минут назад, довольно плотно навернув парочку бутербродов, не хочется пихать в себя насильно, это не есть вырывал, поедем дальше, поедем до этого, ну, традиционно, на нашем золотой петушок, или просто петушок, или певень по-белорусски, засну, на него заедем, сделаем дела, заодно там, такая соляночка неплохая была, мы хлебаем соляночки, после вчерашнего борща, хочется нормального сука поесть, ну, за бомбончик вчерашний до сих пор мне перед глазами стоит, ему цена этому борщу 50 рублей, это максимум, что можно дать себе, никто еще подумавший, вот так они и дальше, смотрите, все, видите, валят лес, мужики, дальше будут расширять, наверное, все, всю Мордову ее планируют, широкое сделать, все валят, валят, будут, дальше ценить автобан, за деревней у реки, вот рубят лес мужики, говорят, что тогда только щепки летят, получилось, видите, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деревья, листья... Желтенькие, красненькие... Вот это золотая осень... Когда сухенько... И вот такая красотища... А когда сейчас начнется от этого дожди... Туда-сюда... Ветер этот... Плюс 2 промозглая... 9 градусов за борту... Чем не очень... Прелесть... Хотя у природы нет плохой погоды... Если день выдался дождливый, мерзкий... Значит... Надо действовать соответствующим... Правда... Бутылку... Бутылку... Стакан глинтвейна... В руке... И... Дыхай... Как один из вариантов... У каждого разные... Моменты... Что УБЛ закрылся... Мы уже в Пензенской области... Спас прошли... Все... Еду... Думаю... Все-таки, наверное, заеду... Без таможенной ленты... Просто эту дырочку заклеим... Тентом... А уже с лентой таможенной... Посмотрим... Потом что-нибудь придумаем... Несолидно ездить... С дыркой... Наверное, в Макшане заскочим... Заклеим... Или где-нибудь... Может, еще сейчас увижу... Может, в этом... В Нижнем Ламове увижу... Не знаю... В общем, надо где-то заклеить... Если клеит сегодня... Сегодня воскресенье... Может, и не клеит... Какие люди в Голливуде... Так, сейчас куртку отзену... Мы уже встречались... Пойдем поболтаем... Пару минут... Поболтаем... Пару минут... Пару минут... Пару минут... Стоит... Пару минут... Говорили сейчас... В Пензе... подъедет в пензу на петушка посидим кофейку попьем как бы время у нас позволяет лично приятно а чего почему нет тут до пенза до осталось недалеко встречи встречи а там и наметили заклеить заранее не сейчас уже такие если душу не стоят наверно здесь наверно весовая а нет вот я что-то думал они уже такие сделали наверное м1 на армянских номерах и пошел легко и парнями транс надзор работает казахстан узбекистан на приеме не знаю может быть сейчас здесь клеят опять это машинка возле будочки стоит и она просто там стоит я вот просто там нет открыто и даже ремонт тента там нету и но запчасти платная стоянка заправочная станция мочевины Сейчас я спрошу у него Не, по-моему они здесь не клеят уже Даже спрашивать не будут Не оборудование никакого еще нет Сейчас туда он с левой стороны заедем В прошлый раз туда заезжал, у него ленты не было Тише, 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 Алексей Николаевич Тише, соседочки наши развалятся Тут делов-то на 15 минут заклеить На 10 даже Надо сделать А ленту я потом Как на запад пойдем Даже у нас в Беларуси где-нибудь заеду Если не найду ближе То у нас в Беларуси наклеивают Так, вот здесь вот ремонт тентов Глянуть, работают они, не работают Здесь там кто-то нету Это машинка вон стоит Прошу по-быструхе сейчас Если вот эту дырочку заклеит И он так просто чудо стоит И проложить На следующем повороте поверните налево Затем на следующем повороте По итогу все равно, да, сюда приехал? Ну хотел же, как лучше получается, как всегда Что-то я не вижу, что там что-то Кто-то был Могут и не работать Сегодня воскресенье Выборы сегодня, тем более С 8 до 18 Без выходных написано Не знаю Есть там кто-то нету Иду гляну Снова не судьба В этот раз закрыта Заклеим теней Без таможенной ленты Заклеим вообще никаких проблем Найдем где-нибудь все И сегодня-завтра найдем Ой Перепроложить На следующем повороте поверните налево Погнали тогда в Пензу А на пятушке не клеят Нет Проедите 280 километров Здесь только было Сейчас еще спало где-то будет Я в прошлый раз проехал мимо Кажется, вот здесь Еще клеят Там сварка написана Туда-сюда Обмотка руля Да, вон ремонт тентов И здесь тоже написано Не факт, что работают Сейчас спросим Или проложить Не, наверное, работают Извините второй поворот Направо Пойдем, спросим Может кто-то есть тут живой Сегодня воскресенье Нету никого Говорит, вот номер телефона Позвони Может приедет Заклеит Поверните направо Мне что, критично что ли? Конечно, там не то, что Совсем разодраны И все Так Для себя Мне абсолютно не горит Не заклеим сегодня Заклеим завтра Мне нужно вообще не клеить Пока Не нужно Ремонт тента Душ тоже, кстати Написано Ремонт тента Да Сегодня воскресенье Он все закрыто Никто не работает Значит, сегодня даже и пытаться не будем Завтра загрузимся И потом там Может быть где-нибудь В районе Тольятти Самары Что-нибудь найдем Здесь горят еще Тоже за магнитом Заверни налево Там тоже на воротах Вон из того Написано Мойка Да, вот ремонт тент Точно Но, говорит, надо опять Вряд ли сегодня Кто-то будет работать Позвонить Выходной день Воскресенье Выборы Народ отдыхает Будущее выбирает Но мы тут За своей проблемой Поехали Что-то Что-то Ижменить нельзя Это что? Какой золотой Или обыкновенный Заезжаем Только не в эту Здесь хрен Проедешь потом А в следующую Там, где мы Выезжаем Хотя, в общем-то Нужно и сюда было Заехать Там он чудо А там он дорожники Правильно Что не поехал Не, ну проехать Мы проехали бы Конечно Я не знаю Александр Тут где Мы договорились Что вроде как Здесь встретимся Он еще домой собирался Посмотрим сейчас Подъедет Нужно чуть позже Я тогда пока Сейчас тут Пойду в магазин Сбегаю В топе Главное, чтобы место было Где тут Постя бросился Слушай, как обычно Все же забито Здесь я ломаться Не хочу Извращаться Перепроложить Готовьтесь к ковроту Маленькая-маленькая Дырочка на одну машинку Нет? Тут же что Встать на петушке Гроспроблем Если выразиться На немецком языке Перепроложить На следующем повороте Поверните налево Пол первого Почему никто Никуда не едет? Вы видите, что Тут даже не то, что Встать Тут сейчас проехать Не получается Вот так Братцы киргизы Поставили И все И едь как хочешь Называется Вот тебе и петушок Вот тебе Поэтому я не люблю Эту стоянку Поэтому она мне не нравится То есть никогда Тут Швартануться Очень большая проблема Ну и что? Нету места Вообще нету Готовьтесь к правому повороту Через 350 Час дня никто не работает А, Малдей Дожили Здесь нету дырочки Нет Нету? Нету Вот в том то все и дело Что нету Я даже не знаю Что делать Где тут Швартануться На следующем повороте Поверните налево Становиться так Чтобы кому-то мешать Тоже не вариант Захочу Ты захочешь На магазин пойти И что? Да, давай Давай Туркмения Нету тут места Нету Это не Туркмения Туркмения, наверное Блин, вот с правой стороны Как раз нашлось Одного Сейчас Туркмен Туда будет становиться Я только что проезжал Его не было Ладно Будем сейчас думать Вот так вот Пришлось стать Вообще было без вариантов Здесь еще вот Пензенский стоял Только что Только что уехала Вольво Нигде не влезть Никуда не стать Все забито Витком Весь комплекс Поэтому я его Не люблю Не нравится Он мне Подъехал Саня Красавчик Спасибо тебе, брат Сейчас покажу Смотрите, какую красоту подогнал Какое блюдо Охренеть Пенза Памятник Первопоселенцу Спасибо, Сашка Телефон оставил Если что Какие вопросы Звони Буду свободен Всегда куда надо Отвезу Завезу Вот Мы с ним Крутанули в ленту Съездили Затарились Конфетками для Тулуна Я говорю Я тут куплю Говорит Поехали Я тебе в ленту Отвезу Говорит И выбор большой Все В общем Пензенский Только что Местный Вот даже по следам Видно Рванул Вот так Я понимаю Что не такие уж Они две сплошные Не, наверное Я так чудить не буду Будет, наверное Слишком нагло С моей стороны Здесь есть прерывистая Здесь тоже две сплошные Поехали Найдем Сейчас разворот Развернемся Не будем уже так борзеть Хотя машин нету В принципе Это сделать Можно было В общем-то Это можно даже Сделать Вот здесь Здесь узковато Поехали дальше Здесь малость узковато Здесь слишком Надорвать резину Я уже тут Хоть и прицеп-то пустой Но вот здесь Он нам будет пошире Сейчас мы еще С левого ряда Этот маневр Замутим У нас получился Вообще Большой радиус О, кстати Саня вот на этой Маршрутке работает По пенсии 27 номер Увидите Стоит кто-нибудь Передавайте пример Привет Все Красиво Мы развернулись В общем-то Можно и здесь Выезжать Не так много Ну правильно Тут Это сегодня Воскресенье Движение Небольшое Так-то В будний день Здесь Такой маневр Совершить Будет Попроблематичнее Короче Давай, Сашка Удачи тебе Побольше Пассажиров Еще больше Адекватных Пассажиров Чтобы Всегда есть Загруженный А не пустой У нас Время уже Полтретьего Ехать 270 Километров Нормально Сейчас Правда Поедем Где-нибудь Станем Надо Пообедать Потому что Ну я стою Некрасиво Не пошел Уже здесь Не кушать Ничего Вот мы Сашкой В магазин Сгоняли Затарились Сейчас Где-нибудь Встанем Где будет Спокойненько Свободненько Никому Мешать Не будем Покушаем И уже После этого Спокойно Почешем Сызрань Без напряга Приедем Чем позже Приедем Тем меньше Молотить Потом Будем Стоять Так Сура Мост Через Суру Здесь Вон Такой Весьма Немножко Знаменитый Здесь Слегка Как говорил Герой Фильма Там Пиф-паф Постреливают А здесь Пиф-паф Потряхивает Поехали Найдем Местечко Где можно Швартануться Спокойненько Сейчас Пензы Выйдем Припаркуемся Покушаем Чего-нибудь И И что И дальше Кафе Пилигрим Походу Своё Отпилигримило Уже Не выжил От пандемию Что ли То ли Чемодановка Ли Как Я Не забываю Название Древних После Уже Пензы Здесь Пусто Ох Напились Чайку Нету Там Ну да Кафе Это не работает Но кто-то есть Все Теперь можно Выдвигаться Следующий По планам Пункт остановки У нас город Сызрань Слегка торчит Да и хрен с ним Пускай торчит Так А что у нас С колесами Что мне Вот это вот Не нравится Бортик Вот этот Откуда он Здесь берется Может все-таки Ось не так Хорошо Выставлено Как Надо Колеса Это новые На передке Стоят новые И здесь Бортик Оцени И здесь Видите Бород Выедает Это обочина Так Континенталь Съедает Значит Ось Ни при чем Значит Резина Такая На Будзиере Вот Нету Такого А с той С той стороны С этой стороны Нету Здесь Нету Это Просто И спереди Нету И с той С той стороны Выедает Так Снутри А вот Снутри Здесь Подъедает Фигня какая-то Хотя Сколько Они уже Что Они Новые Они уже Прошли Хотя Сколько Они Прошли Я даже Не помню Насколько Мы их Меняли Старше Старше Из них Всех Это Гудеер Он Как-то И Выглядит Лучше Всех Не пойму Так Ну Сейчас Сразу Пока Не Определишь Надо Еще Проехать Здесь Как Конциненталь Тут Нормально Здесь Тоже Хорошо Вот Перевернул Отбалансировал Все Вот 15000 Прошла Никаких Изменений На колесе Вообще Внутри Там Там Ну Так Не видно Но Судя По Глубине Оставшегося Протектора Вроде Тоже Нормально Будет Ити Износ Уже Эту Краешка Надо Что Надо Она Будет Туда Переставлять Куда-то Туда-сюда Маневры Производить Не Просто Интересно Звук Они Уже Прошли Насколько Мы Их Меняли Сейчас 447 1000 1100 Прошли Наверное Что Я Усенний Память Думаю Часто Спросить Так 54 25 250 Километров Получается К 8 Должны Быть На Месте Поехали Думаю Что У него Там Написано В Госли Канри Сол Слезь С хвоста Румын Румынские Номера Вряд ли Там Конечно Румын За рулем Скорее Все Украинский Водитель Или Молдавский Слезь С хвоста Ну да Мы Когда-то Хотели Приглепить Приглепить Эту Мы Ездим Там Где Волки Боятся У нас Большая Была На Одну Треть Воротины Была Левая Но Уже Все Лежала В этом Спальнике Все Никак Что-то Собраться Не Могли А Потом Когда Все Таки Собрались Сняли Вес Спальника Помятая Такая Короче Отказались Мы От Эти Смотрите Какие Тут Олег Какая Получается Красивая Осенняя Желтенько Красного Практически Нет Желтая Перемешка С красным С левой Стороны Больше С правой Стороны Уже Почти Вон все Деревья Облетели Листья Практически Нет Откучили Сентября 19 Сентября Еще Рановато Хотя Чего Рановато Еще Неделька Две Белые Мухи Подсолнухи Еще Не Убран Ну Здесь Может Быть Нет Ну А Куда Мы Едем Там Уже Запросто Может Заним Белые Мухи Встретить Все Еще Пацаны Хотели Сказать Друг 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 И тут Влезло Мне Сказали Возьми Возьми 100 Литров Хорош Хорошая ДТНР Качественная Целая Друг Ну Возьми 34 Завести Если Лягу Спать Влезли Часа Через 4 Подняться Завести Завести На Часик До Уфы До Уфы До Уфы Нам Потерпелец И Будем Потом Песни Петь Мурзек Мурзек Пошел Лапот Давай 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 Целин Цивель Красава Минка Прицеп Тоже Еще То Счастье Минка Прицеп Прицеп Только Если Задние Загрузки По Друге Он Не Подходит Здесь В районе Кузнецка По-моему Должна Быть Заправка Ирбис Фишка В том Что Соблю Новоспас Перестала Эта Компания Работа Через Которую Пока Карпочки Которую Купаем Не знаю Причину Подяжить Начали Свою Начали Продавать В общем С Новоспаски Они Перестали Дружить Мы у них Уточнили У них На По их Карте Можно Заправиться На Любой Заправке Ирбис На Ирбисах Я знаю Что Продавали Всегда Открыл Ну Как бы Все Качество Гарантируется Точно Такое Хорошее Может быть Оно И было Но Просто Нельзя Было Забраться По Карте А Это Естественно Карты Инал Это Разные Вещи Списывание Тенег Близнал С НДС Перевел В общем Короче Где-то Она Вроде Здесь Должна Быть Я Если Честно Не Приколю Почему В Семерке Да Там Эти Хирпис Чуваши Мерина Не Мерина Один Вот Они Тут Что Сдум Слушалось Не Достроили Это Или Это Его Развалили Виньте Он С правой Стороны Одни Ставни Короче Едер Смотрим Машка Показывает Видите Заправок Много Сейчас Где-нибудь Ирбис Высмотрим По-моему Вон Ирбис Зараза С левой стороны По цвету Очень Похож И Потом Соответственно С нее Выкрутить Выкрутить Наверное Вот так Как Этека Я так Понимаю Этека Это Сервис Да Я Ясно Да Это Сто Процент Опять Когда Я считаю Сплошная У меня Сзади Никого Ставим Я Может Слегка Прерывистой Я просто Не знаю Есть там Справа Дальше Или нет Я по М5 Не стрелять Не помню Сейчас Ехать Запоминать Эта Цена Как Раз Дурочка Никого Нет Наверное Представим Ее Слегка Прерывистой Может И Выезжать Тоже Представим Слегка Прерывистой Давай Когда Ним Давай Ежевую Так Хорошо Ладно Отблю Где 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 Тут У вас Отблю Мини Канистра Ничего Не надо Вот Только Чисто В бачок Так Здесь ДТ 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 А где Отблю Может Тут Нет Странно Странно Но я Пока Не вижу Надо Пойти Наверное Спросить Но я Отблю Пока Лечу По кругу Проехать Может Здесь Нету Не 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 Может Быть На Ирбисе Везде Были Может А Вон Наверное Синенькая Нарисовано Вот Наверное Вот Это Что я Сразу Не Заметил Будучка Нет Не Ладно Сейчас Круголя Сделаем И Пойдем Спросим А Это Газ Газ Где Адовая Жидкость Хрен Его Знает ДТ ДТ Пойду Спрошу Ну Что Ирбис Есть А Вот А Вот Блюз Колонки Нет Сказали Что Больше По Пятерке Ирбисов Тоже Нет Что Мы Остаемся Один Сигнал GPS На Следующем Повороте Тольятти Там Не Хватит 23% Еще Так Если Представить Что Эта Линия Тоже Несплошная Немножко Прерывистая Сейчас Вот так Крутанем Налива Проедем Ирбисов 10 Кометра Хорошо Проедем Хорошо Проедем может за деньги заехать за лица все тормознут не габарит на весовой перед сызранью или нет так-то лихо идет меня обошел вообще как стоящего компайн тащит парнишка вот весовая потом нам надо что же такое что на мосту тормозили чё не почти остановились полностью если там стоят то конечно не габарит вряд ли пропустят доводилось возить такое безобразие это любимые клиенты всех постов и не только постов я говорю когда-то в башкирии даже они бросали эту сплошную продавать когда мимо них проморгало так мигалками какая сплошная не габарит поехал говорят на весах никого да чё тут уже не габарит пошел мимо да ладно чё проблема по весам проехать что ли где лох то господи так у нас погрузка нужно уходить сейчас в сторону саратова как бы еще так это от развязки учащись два километра развязка что-то как-то даже и далековато выходит как-то нужно в общем от развязки 3-4 километра ну я туда не поеду к загрузке поеду я на эту стоятку которую как-то такая ничего так приглянулась гараж называется тут буквально может километров 5 надо в сторону самары проехать поеду туда сам переночую хватит мы уже наночевались возле погрузок промзонах с правой стороны красота на пол на пол машины не надо стоять там непонятно где в этой промзоне поедем туда и завтра часиков по восьмого выйдем обратно и переедем на загрузку там лишних 10 километров нас никто за это не расстреляет стоять где-то в сызранской промзоне просто так нет никакого желания ну да вот у меня выдает 3-4 километра мне в сторону вот туда в сторону саратова волгограда говорят коллег как перезагрузка но мы туда сегодня все ноги доедем вот аж 25 километров нужно туда уйти и потом короче со стороны юга зайти в саратов и в сызре вот можно через город да вот через четыре километра можно через город через город как-то короче 26 километров выдает отсюда ну на 10 километров короче подойти ка я посмотрю а может то потом через город то и поеду я буду эти круги рисовать тем более это объездная сызранская еще та красота посмотрим это будем решать завтра как мы поедем а пока поехали спать время без 15 8 нормально час пока прием чайку подъем куда сюда еще и можно на спальник карабкаться спокойно а